Доклад у меня будет на русском, так как уровень разговорного английского у меня есть определенный, но, скажем так, доклады конкретно я не готовлю на английском. Ну, я думаю, там будет всем участникам понятно. То есть так совпали карты, что, кстати, я вижу, аудитории уже как-то пробелы появляются. То есть некоторые, наверное, решили закончить для себя. Вот. То есть предложили сделать доклад, я решил воспользоваться такой возможностью. Совпали карты, что у меня есть ноутбук с собой. И на нем есть презентации, которые мы делаем. Можно тишину в зале, пожалуйста. Каждую среду делаем доклады в компании на разные интересные темы, какие-то решения, какие-то проблемы. Просто обмениваемся опытом. Ну и, собственно, таким образом мы профессионально растем. Вот. То есть у меня будет несколько докладов на разные темы. Кто-то, возможно, уже знает эти технологии, кто-то, возможно, услышит первый раз. Ну, я надеюсь, доклады будут всем полезны. Так, сейчас, секунду. А, то есть я могу только так работать, да? Воу. И вот туда. Там. Так. Так. Первый доклад на тему статические анализаторы кода. То есть у меня столкнулся с такой проблемой. Заходил в компанию новый проект, уже существующий Ruby код. И нужно было проанализировать качество кода. То есть насколько он хорошо написан или плохо. Какие есть нюансы. Как он вообще работает. Ну и стоит за него в итоге браться или не браться. То есть некоторые штуки я уже слышал. Например, RuboCop. Но про технологию Ruby Critic я услышал и познакомился первый раз. И она очень мне понравилась. Есть Бошедар Батцев, всем известный. Который автор Ruby Style Guide и Rail Style Guide. И в частности он также является автором гема под названием RuboCop. Который позволяет анализировать ваш код по Ruby Guide и выдает сразу тут же ошибки. То есть это утилита для проверки кода. И которая основывается на Ruby Style Guide и Rail Style Guide. Запускается он из консоли. И выдает потом результат в виде набора HTML файлов. Которые потом можно открыть, посмотреть и увидеть, какие у вас проблемы в том или ином компоненте. Также есть другой интересный инструмент под названием Ruby Critic. Тут есть его репозиторий, документация. Это гем, который является оберткой для множества других гемов. То есть у него там примерно 5 или по-моему даже больше гемов, которые он использует для анализа. И потом выдает набор HTML страничек, которые с навигацией, ссылками. И строит даже графики, по которым можно оценить, насколько код качественный или некачественный. По цикломатической сложности, то есть количеству коммитов, которые меняли определенный файл. И другим характеристикам. Вот как это выглядит. То есть вы ставите game install ruby critic, потом из консоли его вызываете, он анализирует и создает в папочке просто набор HTML файликов, которые вы потом открываете. Сейчас я открою, покажу, как это выглядит. Секунду. То есть это базовая страница, которую выдает нам инструмент ruby critic. Он выдает в виде графиков хорошие части, то есть сколько частей хорошего, сколько там среднего и сколько общее соотношение там плохого кода. Также он строит такой график, сравнительный график. И нужно, то есть по этому графику можно оценить, насколько код в проекте хороший или плохой. То есть для меня было очень интересным выводом, что я посмотрел код, это game оценен здесь, посмотрел, вроде как он неплохой. А ruby critic выдал, что он не такой и хороший, как ожидал я. Также можно перейти тут еще в другие разделы. То есть он сортирует в обратном порядке от самого плохого файла до самого хорошего. Ну и выдает, подсвечивает конкретные места, участки кода, то есть повторение, которое можно вынести в отдельный, повторяемый, вызываемый участок кода. Ну то есть метод и другие штуки. Также он распознает много различных видов запахов кода и выдает тоже ссылки на соответствующий запах и в каком файле можно посмотреть проблему. Так, это первый доклад на тему ruby critic, на тему статические анализаторы кода. У меня будет несколько докладов небольших. То есть сейчас разработчик не программист. То есть может быть раньше программист был, то есть просто сидит, пишет код. Сейчас разработчик должен делать много вещей для того, чтобы быть и успешным, и разбираться во многих вещах, то есть знать, как деплоить, разбираться с репозиторием, как работать в команде, как работать с тасками, как общаться с заказчиком, как анализировать код, использовать какие-то Linux утилиты, как настраивать сервера и так далее. Так, следующая тема будет на тему Linux утилита под названием 3. Это небольшая консольная утилитка, которая ставится под Ubuntu, к примеру, под Debian дистрибутивами sudo apt-get install 3. У нее есть основные параметры, ну, самые, скажем так, вкусные параметры. Это man – посмотреть инструкцию, help. f – это добавить слэш после вывода директорий. То есть будет более наглядно, видно, что это папка, а не файл. h – печатает размер после каждого файла, и du до каждой директории считает рекурсивно размер всех его подпапок. И как это в итоге выглядит, и как это применяется. То есть это можно ставить, например, на вашем staging сервере, на production сервере, куда у вас доступ есть по SSH. И, например, вам нужно в какой-то момент посмотреть размер каких-то подпапок, какие там есть файлы и так далее. Также в этой команде можно задавать уровень вложенности, который будет отображаться в виде дерева. И настроить вот такое вот дерево, на котором можно видеть размер, папки, файлы и итоговую потом сумму. Сколько размер, сколько папок и сколько файлов. Это второй мини-доклад. Третий мини-доклад будет посвящен, наверное, многие из вас знают про фоновые воркеры. Наверное, многие уже работали с ними. Ну, те, кто не работали, еще предстоит познакомиться. Много задач есть, которые на основном сервере, в основном потоке обработки приложения нельзя выполнять. То есть это, например, отправка каких-то имейлов, это обработка каких-то больших данных, которые много ресурсов у сервера потребляет. И поэтому их выносят на специальные, можно делать даже отдельными сервера, которые будут заниматься этим. Можно делать на основном сервере фоновые воркеры. Для того, чтобы реализовать фоновые воркеры, есть много разных технологий, много гемов. Например, Delayed Job, про который я слышал, но не работал с ними. И конкретно я работал с Сайдкиком. У нас на Сайдкике были воркеры по дата-скрепингу и обработке данных. То есть и потом эти данные, когда обработаны с других сайтов, они обрабатывались и поступали в базу данных основного сайта. Этим занимается гем Сайдкик. Он хранит свои очереди в хранилище ключ-значения под названием Redis. Как он расшифровывается? Remote K-Value Storage. То есть удаленное хранилище типа ключ-значения. У нас на продакшене возникали моменты, когда Сайдкик перенагружался и было непонятно, какой задачей он загружен. То есть что его нагружает, какая там очередь, какие сейчас процессы выполняются. И возникали моменты, когда нужно было приостановить эти джобы или наоборот их запустить. То есть запускали мы через рейк-таски на сервере, но для того, чтобы мониторить, что выполняется конкретно в Сайдкике, мы специально поставили несколько компонентов под названием Сайдкик-мониторинг. Вот есть несколько ссылок разных. Ставится компонент Сайдкик-монитор. В роутер-б прописывается небольшой блок кода с новым маршрутом. Ты туда заходишь под админом, если я не ошибаюсь, там была у нас авторизация на девайсе. Ты заходишь просто как пользователь, как админ и попадаешь на страницу слэш Сайдкик-монитор, по-моему, если не ошибаюсь. И там есть такая дешборд. Она у нас, кстати, была даже русифицирована. И есть несколько вкладок, на которых ты можешь видеть общую нагрузку, сколько потребления памяти. А есть указка? Нема? Зелененькая была такая. Вот, да. То есть сколько пиковое потребление памяти, сколько конкретно использовано памяти. То есть можно запустить, конечно, на сервере утилиты топ, топ, а топ, а штоп и так далее, и смотреть конкретно по процессам. Ну, можно использовать вот такую веб-морду, на которой удобно многие штуки реализованы, то есть в виде графиков. Потом количество воркеров, обработанных успешно, количество воркеров, которые сфейлились, насколько он занят, количество попыток повторных воркеров, сколько воркеров запланировано сейчас в очереди, мертвых воркеров. Мертвый – это когда несколько раз выполняется воркер, и он выполняется неуспешно, и он помечается мертвым. И там есть ссылки. Тут их сейчас нет, тут не интерактивно, просто я немножко не подготовил эту тему, но там список, значит, по очередям вот здесь. И там будет кнопочка остановить очередь, перезапустить очередь. Можно посмотреть в реалтайме, какие процессы сейчас запущены и какие параметры поступают на вход воркера. То есть будет такая полезная утилитка для мониторинга и управления. Это какие-то картиночки. Это второй доклад, мини-доклад. Да, да, третий, да, давайте. Да, кстати, вопрос, кто юзал? В комплекте? Ну, смотрите, в комплекте или не в комплекте, но одно время мы как-то без него были. Может, у нас была просто старая версия сайдкиков, которой этого не было, а потом мы обновились. Вот. Но в целом эта штука вот клевая, реально помогает. Помогла много нам, сэкономила много нервов, скажем так, и времени. Вот. Следующая тема для доклада – это… Ну, хорошо, окей. Вот. Ну, тема тоже очень интересная. Хорошо. Всем спасибо за внимание. Для меня как бы первый раз такой опыт выступать перед большой аудиторией, единомышленников. В общем, всем спасибо за то, что пришли сюда. То есть вы, ребята, активные, вы настроены на развитие. И желаю вам также не останавливаться и штурмовать новые вершины, новые высоты. Спасибо.